Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир. И в сегодняшнем нашем видео мы рассмотрим охеренные покупки для нашего велосипеда, горного велосипеда LTD ROKA 960. Сегодня у нас это будет специальный насос, ну именно такой насос для путешествий небольшого формата вместе с крепежами. Это будет специальный чехол-накидка для хранения велосипеда и замок. Конечно же замок, если вы уходите в магазин, ставить велосипед надо возле входа в магазин, то специальный замок для того, чтобы никто не смог быстро, по крайней мере, угнать ваш велосипед. Итак, давайте посмотрим, что мы с вами купили на этот раз и распакуем, установим, ну а как всегда в конце нашего видео мы протестируем наши покупки. Ну и конечно же в заключение подведем итог, стоит ли покупать тот или иной товар. Поехали! Итак, сегодня у нас три товара. Это вот такой вот насос. К сожалению, другого цвета не было насоса. Сразу хочу отметить, что сегодня покупки мы показываем наши, купленные в Минском магазине. В магазине, довольно недавно который открылся. Вот, с Алиэкспресс покупать нам показалось невыгодно вот такие вот товары, поэтому решили купить их уже в Минске. Я недавно в нашем последнем видео говорил, что появилась новая торговая марка, это российская торговая марка, Сила Про. Вот, и довольно активно начинают продавать магазины эту торговую марку. Вот они уже выполняют, точнее, производят уже теперь насосы для велосипедов. Но опять же, это все Китай. Точно такой же вот копия, точно такой же насос продается на Алиэкспресс. Самое интересное, что на Алиэкспресс такой насос стоит 4 доллара. Мы его купили, если, опять же, я уже буду считать все в долларах, мы купили его здесь в Минске у нас за 3 доллара. То есть, ровно на доллар дешевле. Причем, купили его сразу, доставку ждать там 2-3 недели не надо. Сразу взяли, заплатили и купили. Но, к сожалению, был только такой вот один цвет. В комплекте с данным насосом идут необходимые, точнее, крепежи, пластиковый крепеж, который крепится уже на раму горного велосипеда, и болты, которые непосредственно крепят этот крепеж к самой раме. В принципе, посмотрим, опять же, что он из себя представляет. Вообще, работает ли он, качает ли он, также протестирован на нашем колесе. Ну, и подведем, наверное, выводы в конце, стоит ли вообще искать его на Алиэкспресс, или можно найти где-то в своем городе. Дело в том, что бренд Сила ПРО, ну, скажем, он довольно новый. Такие насосы продаются под разными брендами, их можно найти в разных магазинах, поэтому вот такую вещь, я думаю, на Алиэкспресс даже не стоит искать. Далее, также вот мы сейчас посмотрим, распакуем этот велосипедный замок, специальный замок. Он довольно простой, стоил у нас всего 1 доллар. 1 доллар у нас в Минске он стоил в нашем магазине. В комплекте идут 2 ключа, обычных 2 ключа. В принципе, сам по себе замок, он был самый тонкий. То есть, я искал самый компактный, чтобы можно было его в какую-то небольшую сумку велосипедную положить, или где-то даже, допустим, на раму его прикрепить, чтобы он особо не болтался и не мешал при движении. Вот такой вот замок, это все пластик. Внутри идет такого проволочного типа, такой шнур, для того, чтобы, скажем так, он уберегал от краш наш велосипед. Опять же, любой, в принципе, шнур, любой провод можно перекусить. То есть, любимые кусачками, кажется, дело времени. Толще, если толще, как бы, сам шнур, то, конечно, просто, ну, ворам придется чуть дольше помудохаться, так сказать, извините за выражение, с этим шнуром. Ну, а чем тоньше, конечно, тем быстрее. В любом случае, 5-10 секунд, и, как правило, такие шнуры перекусываются. Поэтому, ну, хотя бы на эти же 5-10 секунд мы сможем остановить нечистого на руку человека. Вот, ну и чехол, чехол, давно тоже мы искали чехол, хотели заказать с Алиэкспресса. Да, извините, вернусь обратно. Замок велосипедный, полтора доллара стоит он на Алиэкспресс, взяли мы за доллар. То есть, опять же, иногда нету смысла на Алиэкспресс искать вот такие вот вещи. Можно взять сразу у себя в том или ином городе и не ждать потом 2-3 недели доставки. Вот, и чехол, чехол велосипеда, размеры 210 на 100 сантиметров. Чехол сделан под брезент. Я просто делаю в том, что велосипед свой храню на балконе в квартире. Довольно часто идут прямые солнечные лучи на наш балкон. И поэтому нежелательно, чтобы он, велосипед, находился под лучами солнечными. Поэтому лучше его прикрывать. И вот брезентовый чехол, на мой взгляд, он вполне для этого подойдет. Он универсальный, его можно использовать также для мотоцикла. Для любой такой вот другой небольшой техники, на подобии, опять же, велосипеда или мотоцикла. Вот, чтобы не выгорали резиновые и пластиковые элементы транспортного средства. Вот. Ну, давайте, наверное, первоначально мы распакуем нашу самую большую первую покупку, которая стоила нам 3 доллара. Это наш насос. Мы его распакуем, сейчас посмотрим. А далее установим крепеж, и уже как он будет смотреться на нашей раме велосипеда. Итак, распаковываем наш насос. Кстати, довольно удобная упаковка, ее можно использовать многократно. Здесь специальная клипса, защелка. Сейчас мы с вами вытащим. Я уже вижу, что есть в комплекте даже специальные переходники. Переходники для накачивания даже мяча, матрасов, колес. Вот такой вот идет интересный переходник, но в любом случае, я думаю, что мне, в принципе, хватит вот такого вот машинного крепежа. Он довольно удобный, он хорошо фиксирует клапан золотника. И, в принципе, я думаю, что вот это вот я в любом случае сниму, чтобы это у меня на раме не болталось. Но, опять же, это можно положить, использовать для накачивания чего-либо. Можно возить также с собой, кому удобно. И вот идет такой вот крепеж, крепеж, который вешается на раму. Ну, вы видите, что в комплекте идут вот такие вот пластиковые, да, пластиковые именно болты. Я их сразу, наверное, честно говоря, уберу. Нет у них никакого смысла. Я установлю свои болты, которые у меня уже идут по умолчанию на раме. Это из нержавеющей стали. Я далее вам покажу. Вот, пока мы это откладываем в сторону. Также у нас в комплекте идут еще два хомута. Вот таких вот интересных два хомута. Это если у вас нету разъемов на раме для установки крепежа, то можно использовать вот такие длинные хомуты для того, чтобы установить на раму наш насос. Опять же, в этом нет необходимости. Я это откладываю. Болты у меня есть, есть разъемы, поэтому использовать это не буду. Также еще в комплекте у нас идет иголка для мяча и идут вот такие интересные переходники, опять же, для накачивания матрасов, что-то, наверное, такое вот, возможно, каких-то мячей детских. Мы тоже это откладываем, пока это нам не надо. Это можно оставить дома, как говорится, на лучший случай, когда будет какие-то путешествия, можно взять с собой для того, чтобы ребенку накачать тот же мяч. И идет вот такая вот уплотнительная резинка. Честно говоря, я не знаю, для чего эта уплотнительная резинка. Ничего здесь не указано, больше ничего, никакой инструкции, ничего. Пока я эту резинку отложу, потом посмотрим, возможно, она нам для чего-то понадобится. Ну и сам насос. Сам насос идет вот такой вот довольно интересный здесь пластиковый еще один крепеж, чтобы сама трубка не болталась. Ну, в принципе, все здесь сделано из пластика. Сам насос из пластика. Есть такая подставка. Подставка для удобства на нее мы наступаем ногой. И тем самым производим накачивание насоса. Есть, кстати, такая довольно еще интересная универсальная ручка, чтобы удобнее было качать, мы можем просто ее, скажем так, убрать в сторону. Вот таким вот образом выглядит наш насос. Ну, а теперь давайте, наверное, мы перейдем к установке нашего крепежа на раму и далее протестируем наш насос на нашем уже колесе. Итак, как я сказал ранее, у нашего велосипеда уже есть два болта из нержавеющей стали, поэтому мы будем использовать именно их, а не эти пластиковые, которые шли в комплекте с крепежом. И сейчас мы их раскрутим и уже установим наш крепеж. Также мы расскажем, как правильно именно крепить крепеж на горных велосипедах, чтобы они не мешали при езде. Самое главное, чтобы насос не мешал при езде, когда мы крутим наши педали. Чтобы демонтировать наши стандартные болты, которые, в принципе, как таковой идут на всех современных горных велосипедах, необходимо иметь вот такой вот шестигранник. Шестигранник, он, как правило, идет к любой мебели, его можно использовать и не искать, как говорится, другой ключ. Я думаю, что в хозяйстве он есть у каждого. Откручиваем наши заглушки, они, наверное, как сейчас, как заглушки у нас служат именно с целью установки сюда насоса, и уже крепим сам насос. Итак, наши заводские болты, заглушки из нержавеющей стали, которые шли уже заводом-изготовителем, демонтированы. И теперь мы приступаем к установке крепежа для насоса. Вот таким вот образом, в принципе, должен устанавливаться крепеж для насоса. Он должен именно быть на левую сторону. Дело в том, что на правой стороне у нас находятся сами звездочки, защита звездочек. А на левой стороне именно должен быть крепеж. Он, получается, тем самым не будет мешать ни ноге, ни педали. И мы ничего, скажем так, не повредим ни себе, ни велосипеду, ни насосу. Поэтому вот таким вот образом происходит установка. Сейчас мы вкрутим в отверстие самого крепежа наши болты. И далее уже посмотрим, как будет выглядеть на крепеже насос. Итак, крепеж для насоса нами установлен. Сейчас мы посмотрим, как будет уже смотреться здесь насос. Итак, и вот так вот, в принципе, смотрится у нас насос. Все хорошо держится. Крепеж там по себе довольно неплохой. Очень хорошо, что у насоса действительно есть удобная ручка, которая складывается, раскладывается. Есть еще дополнительный фиксатор непосредственно трубки для насаживания на клапан золотника. И вы можете видеть, что довольно компактно сам насос стал. Вот, в принципе, таким вот образом должен устанавливаться насос на велосипеде. Он тем самым не мешает, то есть педаль не задевает, нога не задевает. Вы можете видеть, сколько пространства еще остается до самой педали. Да, в принципе, и нога тем самым тоже, которая стоит на педали, она никак не сможет задеть ни фиксаторы, ни сам насос. Поэтому вот таким вот образом. Да, к сожалению, немножечко цвет насоса выбивается. Лучше, конечно, чтобы он был либо красный, либо черный под цвет нашей основной рамы, под цвет велосипеда. Но, в принципе, тоже неплохо. На мой взгляд, довольно хорошая цена, оптимальная. Как он уже будет, говорится, в процессе эксплуатации, ну, говорится, покажет время. А сейчас мы его протестируем, сейчас мы его посмотрим, как он качает уже наглядно наше колесо. Итак, давайте пробовать, как у нас качает наш насос, который мы купили. Причем, честно говоря, неожиданно совсем купили. Откровенно говоря, по такой цене я даже не думал, что где-то у нас в Минске могут продаваться вот такого типа товара. Ну, повезло, говорится, не знаю, возможно, где-то и в России, если бренд любом случае российский, поэтому думаю, что в России однозначно вы сможете найти. Если вы смотрите с России, сами живете в России, я думаю, что бренд Сила Про вы найдете. Ну, как говорится, вроде бы отзывы пока неплохие. Что будет дальше, покажет время. Итак, насос, в принципе, у нас установлен в рабочее положение. Открываем нашу ручку. Будем пробовать качать все-таки мы вручную. Не будем использовать дома ноги. Сейчас посмотрим. В принципе, довольно легко идет сам клапан. Идет, точнее, сам поршень. Клапан, я слышу, даже не пропускает никакого звука воздуха. Держит все довольно неплохо. Ну, очень даже мягко идет. И никаких усилий практически я сильно не прикладываю. Поэтому, даже если где-то что-то произойдет, такой насос, мне кажется, вполне и вполне подойдет. Для того, чтобы, ну, скажем так, подкачать колесо. Да даже, я думаю, что как основной насос он вполне подойдет. Потому что, в любом случае, такого поршня, его вполне достаточно. Здесь 35 сантиметров. И, на мой взгляд, это вполне и вполне оптимально для накачивания колес. Вот. В принципе, довольно быстро, правда, надо снимать клапан. Потому что, вот такого формата заглушки, они, ну, скажем так, сильно давят на сам золотник. И поэтому воздух довольно очень быстро уходит. Поэтому необходимо производить, ну, скажем так, снятие клапана этого элемента очень быстро. Вот. Ну, и, в принципе, подкачали мы. Чувствуется, действительно, что колесо подкачалось. Возможно, пару даже делений мы в атмосфер добавили. Вот. Атмосферы, точнее, деление атмосферы. Ну, в общем, в любом случае, на мой взгляд, вполне нормально. Пока такого давления хватит. Вот такой вот насос. Он работает. Все в порядке. В принципе, ну, мне кажется, что за 3 доллара для своего велосипеда, если вы не обладаете, скажем так, таким еще насосом, вполне, вполне можно брать. На мой взгляд, пока он себя оправдывает. Что будет дальше, ну, кажется, покажет время. А теперь давайте рассмотрим наш велосипедный замок. Что он из себя представляет? В принципе, довольно простая упаковка. Ничего лишнего здесь написано. Написано, что здесь 600 миллиметров. То есть, максимальная, я так понимаю, это его длина. Ну, это получается, что 60 сантиметров у нас длина самого троса. Сейчас мы разрежем хомуты и проверим. Итак, вот таким вот образом выглядит наш трос. Опять же, напомню, что 1 доллар стоило нам это приспособление. Сейчас мы посмотрим. Здесь в наборе 2 ключа. Один ключ можно оставить дома, а второй ключ брать с собой. Ну, на всякий случай, если вы потеряете основной ключ, то всегда дома будет резервность. Что-то у нас первый ключ как-то не хочет подходить. Сейчас мы проверим по-другому. Вставим. Возможно, что не так мы вставляем ключ в разъем. Просто замок еще немножко не разработан. Смазали мы сейчас сердцевину замка. Немножко каплю масла. И все у нас заработало. Вот таким вот образом работает механизм. Вот такая вот защелка. Она входит уже непосредственно в разъем. И здесь происходит защелкивание механизма. Ну, довольно крепкий. Опять же, говорю, что тот, кто захочет украсть ваш велосипед, он это сделает. Ну, независимо, он хочет украсть велосипед, мотоцикл или автомобиль даже, он это сделает. Поэтому это только, так сказать, чтобы задержать на какое-то определенное количество времени человека, который хочет это сделать. Вот. Ну, в любом случае, я скажу, что замок, честно говоря, здесь как-то он очень-очень-очень жесткий. Очень... Даже вот мы смазали, а все равно ключ очень жестко входит. Но самое главное, что он работает. Сейчас мы попробуем, как она будет смотреться на велосипеде. Опять же, подбирали мы под цвет своей рамы, под цвет велосипеда. Краска черная. Получился такой вот красный переплет и черный сам замок. Вот. Были еще цвета полностью черные, были белые еще и даже розовые. Ну, розовые это уже больше, как говорится, для детей или для девушек. Вот. Нам вот понравился больше черно-красный. Сейчас посмотрим, конечно, как это будет все это у нас смотреться. Ну, в принципе, вот таким вот образом происходит защелкивание. Цепляем мы, допустим, к перилам или к специальным парковочным местам, которые сейчас устанавливаются в нашем городе Минске для велосипедов. И, в принципе, я думаю, что, ну, даже сам вид, наверное, возможно, он может и отпугнуть нечистого на руку человека, который хочет украсть ваше имущество. Вот таким вот образом. Ну, довольно, говорю, опять же, компактный, небольшого размера замок. Его можно возить с собой, прикрепить его на раму и вместе с ним отправляться, скажем так, в магазин. Это спето ставить возле магазина. Вот. Открывается довольно просто, вот таким вот образом. И также довольно просто крепится. Опять же, рекомендую, если вы покупаете такие замки, перед, скажем так, использованием этого устройства его жадно смазать. Смазать, ну, конечно, лучше всего либо машинным маслом, ну, либо, если есть у вас специальное масло для цепи велосипеда. Конечно, было бы лучше. Вот. И один ключ, конечно же, оставьте у себя дома, чтобы была возможность, если вдруг что, при потере основного ключа, открыть домашним ключом. Вот. Ну и переходим к нашей третьей покупке. Это накидка, брезентовая накидка для велосипеда. Вот попадание солнечных лучей, и также осадков, дождя и снега на велосипед. И наша накидка, или чехол, да, чехол, наверное, все-таки правильный. Сейчас мы его посмотрим, распакуем, и уже увидим, что он на себя представляет. Вообще, ну, так сказать, сможет ли он защитить наш велосипед от осадков, от солнечных лучей и прочих неприятных, так сказать, ну, каких-то воздействий на наше транспортное средство. Вот таким вот образом выглядит этот чехол. На мой взгляд, конечно, слишком маловат. Все-таки он, хотелось бы, конечно, его чуть подлиннее. Не все участки он закрывает, которые хотелось бы именно прикрыть от тех же солнечных лучей, ведь велосипед постоянно стоит на балконе, он хранится там, и немножечко даже подлиннее недостаточно. Ну, опять же, стоил он всего около, если не ошибаюсь, одного доллара, даже, по-моему, там чуть дешевле. На Алиэкспресс такой чехол стоит где-то около полутора долларов. Плюс еще, в основном, все продавцы предлагают доставку. Доставка платная, около полудоллара или доллара. Поэтому, в любом случае, такую вещь надо покупать уже где-то у себя, в том городе, где мы живем. Вот. Поэтому, ну, опять же говорю, что насос довольно неплохой. Вот, на мой взгляд, также довольно неплохой наш велосипедный замок, но с чехлом немножко нам не повезло. Ну, что ж, все равно будем использовать, будем смотреть. Вот. Материал довольно неплохой, но это такой дешевый полубрезент, какой-то полуполиэтилен. Кстати, двойной. Он двойной. За счет того, что он двойной, возможно, он такой коротковат. Если бы он был одинарного формата, то нам на весь велосипед бы, наверное, длины бы и хватило. Ну, и заключение нашего небольшого видео, касается наших очередных покупок, это велосипедный замок, брезентовый чехол велосипеда и насос. Хотелось бы отметить, что не всегда, скажем так, можно заказывать, ну, не всегда не то, что можно заказывать, а не всегда стоит искать на Алиэкспресс тот или иной товар. Найдом можно в своем городе найти довольно, скажем так, приемлемый товар, причем по более дешевой цене и довольно неплохого качества, что, в принципе, мы сегодня и сделали. В любом случае, товаром я доволен. В целом, наверное, 9 из 10 баллов я бы поставил за наши покупки. Довольно интересный бренд новой Сила Про. Опять же, это не реклама, это просто, скажем так, личные заметки. Я не рекламирую, не занимаюсь ничем подобным в своих видео. Я просто обозреваю свои определенные покупки, делюсь своим определенным опытом с вами. Поэтому, в любом случае, обратите внимание, посмотрите, если кому интересно, вы найдете в своем городе, присмотритесь к тому или иному товару. Возможно, стоит его и купить. Более подробно, а также обзор нашего велосипеда LTD ROCO 960 вы можете найти на наших сайтах bazlite.ru и autoblockar.ru. И также смотрите наше видео на нашем канале, где мы стараемся постоянно выкладывать новые видео относительно велосипедов, автомобилей и полезных жизненных мелочей, которые довольно часто могут нам помочь в нашей непростой жизни. А с вами был Владимир. Большое спасибо за внимание. Берегите себя и всего вам доброго. Удачи вам!